Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 19 декабря, Православная Церковь совершает память святителя Николая, архиепископа Мира Ликийских Чудотворца. Святитель Николай прославился как великий угодник Божий. Он родился в городе Патаре Ликийской области на южном побережье Малайзийского полуострова. Был единственным сыном благочестивых родителей Феофана и Нонны, давших обет посвятить его Богу. Плод долгих молитв ко Господу бездетных родителей, Младенец Николай со дня рождения своего явил людям свет будущей своей славы великого чудотворца. Мать его Нонна после родов сразу исцелилась от болезни. Новорожденный младенец еще в купеле крещения простоял на ногах три часа, никем не поддерживаемый, воздавая этим честь Пресвятой Троице. Святой Николай во младенчестве начал жизнь постническую, принимал молоко матери по средам и пятницам лишь один раз после вечерних молитв родителей. С детских лет Николай преуспевал в изучении Божественного Писания. Днем он не выходил из храма, а ночью молился и читал книги, созидая в себе достойное жилище Святаго Духа. Дядя его, епископ Потарский Николай, радуясь духовным успехам и высокому благочестию племянника, поставил его в очтеца, а затем возвел Николая в сан священника, сделав его своим помощником и поручив ему говорить по учению пастве. Служа Господу, юноша горел духом, а опытностью в вопросах веры был подобен старцу, чем вызывал удивление и глубокое уважение верующих. Постоянно труждаясь и бодрствуя, пребывая в непрестанной молитве, пресвитер Николай проявлял великое милосердие к посомам, приходя на помощь страждущим и раздавал все свое имение нищим. Узнав о горькой нужде и нищете одного ранее богатого жителя его города, Святой Николай спас его от большого греха. Имея трех взрослых дочерей, отчаявшийся отец замыслил отдать их на блудодеяние для спасения от голода. Святитель, скорбя погибающим грешнике, ночью тайно бросил ему в окно три мешочка с золотом и тем спас семью от падения и духовной гибели. Творя милостыню, Святитель Николай всегда старался сделать это тайно и скрыть свои благодеяния. Отправляясь на поклонение святым местам в Иерусалим, епископ Потарский вручил управление паствой святому Николаю, который и исполнял послушание с отчаянием и любовью. Когда епископ возвратился, тот в свою очередь и спросил благословения на путешествие в Святую Землю. По дороге святой предсказал надвигавшуюся бурю, грозящую кораблю, потопление, ибо видел самого дьявола, вшедшего на корабль. По просьбе отчаявшихся путников он умилил своей молитвой морские волны. По его молитве был поставлен здравым один корабельщик-матрос, упавший с мачты и разбившийся насмерть. Достигнув древнего города Иерусалима, святой Николай, взойдя на Голгофу, возблагодарил спасителя рода человеческого и обошел все святые места, поклоняясь и творя молитву. Ночью на Сионской горе сами собой отверзлись запертые двери церкви перед пришедшим великим паломником. Обойдя святыни, связанные с земным служением Сына Божия, святой Николай решил удалиться в пустыню, но был остановлен божественным глазом, увещавшим его вернуться на родину. Возвратившись в Ликию, святой, стремясь к безмолвному житию, вступил в братство обители, именуемый святым Сионом. Однако Господь снова возвестил об ином пути, ожидающим его. «Николай, не здесь та нива, на который ты должен принести ожидаемый мною плод. Но обратись и иди в мир, и да будет прославлено в тебе имя мое». В видение Господь подал ему Евангелие в дорогом окладе, а Пресвятая Богоматерь – Амафор. И действительно, по кончине архиепископа Иоанна он был избран епископом мир Ликийских после того, как одному из епископов собора, решавшего вопрос об избрании нового архиепископа, в видении был указан избранник Божий – святой Николай. Призванный пасти Церковь Божию в архиерейском сане, святитель Николай оставался тем же великим подвижником, являя пастве образ кротости, незлобия и любви к людям. Это было особенно дорого для Ликийской Церкви во время гонения на христиан при императоре Диоклетиане. Епископ Николай, заключенный в темницу вместе с другими христианами, поддерживал их и увещевал твердо переносить узы, пытки и мучения. По овоцарении святого равнопостального Константина, святитель Николай был возвращен к своей пастве с радостью встретившей своего наставника и заступника. Несмотря на великую кротость духа и чистоту сердца, святитель Николай был ревностным и дерзновенным воином Церкви Христовой. Ротоборствуя с духами злобы, святитель обходил языческие капища и храмы в самом городе Миры и его окрестностях, сокрушая идолов и обращая в прах капища. В 325 году святитель Николай был участником Первого Вселенского собора, принявшего никейский символ веры, и ополчался со святыми Сильвестром Папой Римским, Александром Александрийским, Спиридоном Тримефунским и другими отцами собора на Еретика Ария. В пылу обличения святитель Николай, пламеневший ревностью ко Господу, даже заушил лжеучителя, за это он был лишен святительского амафора и посажен под стражу. Однако нескольким святым отцам было открыто введение, что сам Господь и Богоматерь посвятили святого воепископа, подав ему Евангелие и амафор. Отцы собора, уразумев, что дерзновение святителя угодно Богу, прославили Господа, а его святого угодника восстановили в святительском сане. Вернувшись в свою епархию, святитель принес ей мир и благословение, сея слово истины, пресекая в самом корне неправомыслие и суетное мудрствование, обличая закоренелых юритиков и врачуя падших и уклонившихся по неведению. Он был поистине свет миру и соль земли, ибо житье его было светло, и слово его было растворено солью премудрости. Достигнув глубокой старости, святитель Николай мирно отошел ко Господу. Честные его мощи хранились нетленными в местной кафедральной церкви и источали целебное миро, от которого многие получали исцеление. В 1087 году мощи его были перенесены в итальянский город Бар, где почивают и поныне. Святитель Николай в западной христианской традиции является символом Нового года и праздника Рождества Христова. Его образ – это прототип известного всем Санта-Клауса. Я искренне надеюсь, что вера, кротость и воздержание, о которых поется в тропаре святого, станут добрым подспорьем для всех прибегающих к его святому имени. Всех, кто носит имя святителя Николая, я сердечно и тепло поздравляю с днем тиза именинства. Благожелаю вам от Господа мира душевного, здравия телесного и всесильной помощи во всех добрых делах и благих начинаниях по молитвам и ходатайству святителя Николая Чудотворца. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Редактор субтитров А.Семкин